Авраам Кстати, я хочу задать вам вопрос. Уверен, что многие слышали такую проповедь. Авраам был человек веры. И он знал, что Бог ему сказал, что сей будет твоим наследником. И он, когда вел Ицхака на заклание, знал, что вот он его только заколет, Бог его там тут же воскресит из мертвых. Слышали вы такие вот высказывания? Как вы считаете, это соответствует? Один-один, один-один. Вы говорите, что апостол уже говорит, что Бог, Авраам знал, что Бог силен и из мертвых воскресит. Скажите мне, а Марфа разве так не верила? С Лазарем. А разве она верила иначе? Она говорит, конечно, Господи, все будут воскрешены. Когда? В последнем. Все так в Израиле верили? Но не в этот момент. Я почти уверен, что Авраам абсолютно не подозревал о том, что будет воскресенье на завтра или через три дня. Он просто говорил, так будет. Он знал, что Бог силен воскресить. Так же, как и Марфа. Он шел колоть своего сына. То есть это вообще невероятная штука. Нет, но он уже сказал, мы вернемся с сыном, когда он уходил. Да, можно вернуться. Поднять отроков. Взяли тело и вернулись. Тело это тело. Подумайте над этим моментом. Просто подумайте. На самом деле я сейчас вас не заставляю согласиться. Я просто хочу передать вам вот просто жизненную ситуацию. Знаете что? Еще раз передам вам одну, которую я уже говорил про нее. С Авраамом клялся. Помните, Господь Аврааму. Мною клянусь. Сделайте мне одолжение. Вы как хотите, а вы это домашнее задание. Поразмышляйте над темой, что такое Бог клялся Аврааму. Это будет частью экзамена. Что такое Творец клялся Аврааму? Подумайте об этом. Писание поощряет нас, рассмысляет о слове. Я не буду спрашивать, кто из вас слышал голос Божий. Возможно, некоторые поднимут руку. Некоторые скажут, что два раза, пять раз слышат, три раза. Как долго ты слышал, брат или сестра? Две минуты, две секунды, одно мгновение. Что это произвело в тебе? Это произвело в мне веру, страх. Я понял, что Бог есть. Я отвечаю, ну, примерно такие бы ответы были. Слово меняет. Но только подумайте, что это не было просто слово. Клялся Творец человеку. Сказал, мною клянусь. Даже не это. Мною клянусь. Вот просто представьте, Бог говорит человеку, написано, от его дыхания горы тают. Откровение на меня, человек. Да, но я не про это говорю. Услышьте меня. Что такое клятва? Уважение человека. Не. Это что? Послушайте. Человек берет этот автомат, этот табор, в нашем случае, становится возле стены плача. И клянется, я буду эту маленькую землю защищать. Клятва. Он выплескивает себя, человек, перед другими людьми. Только представьте, Творец миров. Ангелы. Серафимы. Херувимы. Летают перед его лицом и закрывают глаза, чтобы не опалиться. Это Исайя, шестая глава. Помните эти слова? А здесь Творец, перед которым все эти могущественные серафимы летают. И он клянется человеку. Потому что это важен он был. Поразмышляйте над этим телом. Ладно? Просто поразмышляйте. Почему это происходит? Это произошло только один раз. Подумайте. Просто поразмышляйте. Знаете, я когда начинаю думать об этом, у меня внутренность начинает рваться. Каким образом? Боже! Да кто он был? Что ты сказал ему, пообещал и все. Зачем? Зачем нужна была клятва? В послании к евреям никак никем больше. Какое доверие? Люди, я же вам... Нет, насколько он его любил, насколько он его важен. Кому из вас когда-нибудь говорил Господь только одно слово... Знаете, что я вам скажу? Свидетельство. Хотите свидетельство? Я однажды слышал, слышал голос. Это был момент. Этот момент меня так прошиб, что я не знал, как себя с этим связать. Такие же моменты были у многих людей там, только там было более длительное. Помните, с одним ангел стал говорить, он упал и был как без сил. А здесь Бог не моментом говорил, хотя может быть это и моментом, это был не разговор, это была клятва. Это было что-то невероятное. Он говорит, мною клянусь. Просто поразмышляйте на эту тему. Сказал, что это закон. Какой-то... Короче. Короче говоря. Когда Исаак состарился, 27 глава Бытия. Пришел к нему Исаак, и Исаак говорит, люблю... Слушай, люблю шашлик. Говорит, ну из дичи люблю. С настоящей, из дичи. Говорит, пойду и сделаю тебе. И в это время Ривка устраивает вот этот комбинационный развод, помните, с едой. Ривка устраивает вот этот комбинационный развод, помните, с едой. И... Стойте, я по-моему перескочил. А, нет-нет-нет, я перескочил, учу. Не-не-не-нет, секундочку. 22, вернемся назад чуть-чуть. Нет, мы были 24 часа, 25, на чем перескакивать, я перескочил. Итак, Исаак женился. И читаем мы, Абрам взял себе еще жену именем Хетура. Хетура, или от слова Кетер, переводится как знающий иврит Кетер. Корона. И дальше мы читаем, что у него от Хетуры родились еще дети. В пятом стихе Ада, а Аврам делает завещание Исааку, а все остальное дает сынам наложницы. И потом он умирает. Интересная фраза. Фраза. И умер, восьмой стих, в старости, до, бы, престарелый, насыщенный жизнью. Насыщенный жизнью. То есть не то, что устал от жизни, а ощущение того, что ты сделал. Павел когда-то говорит другими словами, я течение совершил. Меня один человек спросил, что вот значит слово течение? Я говорю, это просто временной оборот времен Павла. Во времена Авраама говорили присыщенный жизнью. Во времена Павла говорили течение совершил. Сегодня говорят, все хорошо прожил. Много было всяких обстоятельств. Но я дошел до своей правильной позиции, точки. По-разному говорят, но об одном и том же. И девятый стих вдруг дает нам странные слова. До этого мы знаем, что Агарь и Измаил были изгнаны, потому что Сара сказала Аврааму, выгони их. Надсмехаются. Надо мной, над тобой и над нашим сыном. Помните суть насмешки? Кто помнит, почему насмехались? Мама была в Гареме. Короче говоря, и погребли его сын Исаак и Измаил. Медраж рассказывает, что Авраам, зная, что Агарь раскаялась, и сын ее раскаялся, возвращает их. И меняет ее имя вместо Хагар на Кетер, корона. Потому что покаяние изменяет и возвращает ее к себе. И вот мы видим уже Исаак и Измаил вдвоем хоронят своего отца. Это, ну, как бы серьезно. Это видим, что Бог очень щепетильно относится к семьям. И бывают всякие ситуации, но не надо оставлять надежду. И не надо быть паровозом, давящим на детей. Ты должен нам покаяться, ты должен пятое, десятое, и все. Продолжай молиться, продолжай быть добрым родителем. В один день оно может сработать, потому что Бог сам расставляет какие-то вещи в правильных позициях. Редактор субтитров А.Семкин